Мур, привет друзья, с вами Зверько, а это зеленый гайд на свежего персонажа Томуза. Разработчики решили нагрузить нас бойцами, в принципе давно пора. Томуз это боец, имеющий в арсенале много массового урона, плюс два ускорения. Все это в навыках. Первый навык. Кровожадная коса. Томуз бросает косы в выбранном направлении, нанося урон. Косы, задевая первую цель, практически останавливаются и, находясь в воздухе, продолжают наносить урон и замедлять противника, как первый навык у Кэрри. Но спустя некоторое время косы возвращаются, их еще можно вернуть, если достаточно далеко отбежать, просто подбежать к ним, либо прыгнув вторым навыком. При возврате косы чуть передвигают противника в вашем направлении. Удобно при атаке, неудобно при отступлении. Потому что если мы гонимся, мы подтягиваем противника к себе, если мы отступаем, то мы опять же притягиваем его к себе. Выкинув косы, Томуз двигается быстрее некоторое время. Это можно использовать для перемещения. Кидаете косы по направлению вперед-вбок и мчитесь куда надо. Поскольку если мы бросим в другом направлении, мы раньше подберем косы, чем хотелось бы. После возврата кос у них КД 2 секунды. Второй навык, разлом бездны. Томуз прыгает в выбранную область, наносит урон и замедление. Возвращает косы. Косы, которые мы вернули прыжком, не встают в КД. Что будем использовать в комбинации? Навык мгновенный, прыжок далекий, можно не брать вспышку. Выкачиваем в первую очередь для уменьшения перезарядки. Ульта, выжигающая инферно. Томуз извергает из себя лаву, мгновенно нанося урон. Кроме того, он продолжает пылать, нанося постепенный урон. Вдобавок, он получает исцеление на автоатаки и урон косыми. Да еще ускорение к автоатакам на 22%. Тут как с Фреей, многие считают, что выгодно в упор применить ульту, чтобы нанести первичный урон. Но ульта имеет анимацию. Пока идет анимация, вы не наносите урон руками и другими навыками. Поэтому все зависит от ситуации. Уверены в победе, прыгнули, ультанули. Не уверены, сначала ультанули, потом прыгнули. Первичный урон особой погоды не сделает. В свое время я обсуждал вопрос активации ульты. С топ-1 мира Фреи у нас схожее мнение. И самый шик, пассивка. Великий лорд лавы. Томуз, нанося урон руками или косами, вызывают у противника эффект горения. Урон частично складывается три раза. Например, урон от горения на первом уровне 14 с первого удара, 18 со второго и 23 от последующих. А когда цель движется, в описании сказано, что должен наносить чистый урон, но что-то пошло не так. Но не важно, дальше. Когда Томуз возвращает свои косы, его следующая базовая атака должна становиться сильнее на 110%. Также должна замедлять противника. Но проверка показала, урон не увеличивается, замедление не дает. Или ошибка в описании, или нам позже введут эти плюшки. Мне в этом моменте жаль, что замедление не дает. Хотя система показывает надпись «Замедлен». По факту персонаж носится с прежней скоростью. Но хватит о грустном, давайте о приятном. Этот же удар создает лужу лавы под ногами, которая детонирует через 2 секунды и наносит порядочный урон всем стоящим на ней врагам, да еще чистым уроном. Вот на этой особенности и сделаем упор. Как все бойцы-ближники, нам нужно находиться рядом с противником. Поэтому я выбрал эмблемы бойца с третьим перком, который будет замедлять противника навыками. Из способностей стоит брать очищение. Ему, кстати, срезали 20 секунд кд. Или берем щит, либо оцепенение для массовых замесов. Сборки. Будет их 2. Соло-сборка. Гибридная. Сапоги-скороходы. Мы должны быстро перемещаться. С выброшенными косами скорость возрастает многократно. Бесконечная битва. Теперь чистый урон будет еще и с руки. А еще исцеление вне ульты. Клинок отчаяния. Сразу большой рывок по урону, если вы не отстаете по фарму от противника. Проклятый шлем. Мы бьем противника, он горит. Противник приближается к нам, он горит. Ультуем, он горит. Сожжем все синим пламенем. Кираса грубой силы. Увеличит здоровье, защиту от магии и физических атак. Даст ускорение бега. Сумеречная броня. Убережет от ваншотного урона. Эта сборка позволит вам даже впрыгивать в кущу групповой схватки, поскольку даже пассивка у нас наносит урон по области. Мы водоем горение автоатаками, ультой и проклятым шлемом. Но не очень увлекайтесь, чтобы не поймать кучу контроля в лицо. Если вы идете с товарищами и у вас есть танк инициатор, а лучше это два разных героя, то покупаем. Сапоги-скороходы, бесконечная битва, топор кровожадности. Мы будем исцеляться от всего урона, какой способны нанести. Штормовый пояс, выживание и урон с замедлением в одном айтеме. Багровый призрак плюс ярость берсерка. И вот вы машина по нанесению урона чем только можно. Этим билдом в гущу прыгать не рекомендую, но если танк собрал оглушение противника или инициатор дал хороший стан, вы снесете все на своем пути. Тактика. Забываем про нож охотника. Во-первых, с ним вы меньше будете получать опыта от крипов. Во-вторых, Томус способен легко чистить лес соло. Поэтому забрали крипов, идем в лес и так по кругу. Основная комбинация. Пусть половины описанного в пассивке у нас нет, но есть лужа лавы. Поэтому кидаем косы, прыгаем на противника, наносим удар, кидаем косы, подбираем косы, наносим удар и так по кругу, чтобы под противником все время образовывалась лужа и от страха и от нашего удара. Включив ульту, мы выдаем не слабое горение. Плюс хорошее исцеление с каждого удара. В процентах от нашего хп. Я предпочитаю включать до замеса ульту. Пусть я пропускаю стартовый урон, но я не прерываю комбинацию, вносящую этот колоссальный дамаг. Особой тактической хитрости в Томузи я не вижу. Главное, грамотная комбинация навыков. Замедляем и подтягиваем противника косами. После броска кос, прыгаем и даем по шапке. Что еще для демонического счастья надо? Надеюсь гайд вам помог. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok